МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 тысяч фактов вождения в состояние опьянения, 2400 человек погибли и более 80 тысяч пострадали, сказал Назарбаев. В свою очередь министр доложил о состоянии криминальной обстановки в мерах по усилению борьбы с преступностью и обеспечению общественного правопорядка в стране. Так, по информации Касымова, за счет полной регистрации всех видов правонарушений их количество увеличилось на 28%. По данным интерфакса, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром культуры и информации Мухтаром Кулмухамбетом. Министр доложил президенту о ходе модернизации сферы культуры и информационного пространства, а также исполнение поручений данных на расширенном заседании правительства. На нем Назарбаев отметил необходимость принятия мер по оптимизации и качественному улучшению контента государственных телеканалов. По итогам проведенной инвентаризации были выведены из государств госучета СМИ, которые не осуществляли никакой деятельности. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 2105 реально действующих СМИ. Кастак сообщает министр обороны Адильбек Джексебеков. В Вашингтоне встретился с министром обороны США Чарльзом Хейгелом. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, в частности развития отношений в области оборонно-промышленного комплекса. Министр обороны Казахстана пригласил оборонно-промышленные компании США принять участие в международной выставке «Кадекс-2014». В свою очередь Хейгел высказал заинтересованность американской стороны в продолжении сотрудничества с вооруженными силами Казахстана, в подготовке кадров, в проведении совместных учений, а также взаимодействии в сфере оборонно-промышленного комплекса. По данным Интерфакс Казахстан, в Костанай прокуроры проверили ряд частных цехов по изготовлению полуфабрикатов и выявили массу нарушений. Так, в цехе индивидуального предпринимателя Скобелева ТГ было изъято 36 килограммов говяжьей обрези, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к пищевой продукции. Такую обрезь добавляли в котлеты. Между тем, прокуроры отметили, что в этом цехе мяса они вообще не увидели. Там были только брикет и дружок, в состав которых входит обрезь, жилы, лимфоузлы и жир. Кроме того, в цехах ИП «Фейст», «Мизин» и «Комиссарова ВВ» хранили и изготавливали полуфабрикаты из мяса без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Две жительницы Астаны уже четвертые сутки сидят на башенном кране, расположенном на территории строящегося общежития Назарбаев-Университет, в знак протеста против сноса дачного дома, сообщил Интерфакс Казахстан. Женщины, недовольные, предложены им компенсации. В свою очередь, директора государственного коммунального предприятия «Городская недвижимость» Мирас Шекенов призвал их спуститься и вступить в диалог с судебными приставами, отметив при этом, что их требования по увеличению размера компенсации неприемлемы. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы. Продолжим выпуск. Движение по улице Асабарака со следующей среды будет изменено. Теперь улица с односторонним движением станет двухсторонней. Однако на ее пересечении с улицей Акимжанова будет разрешен только поворот направо. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. Начало этого месяца знаменовалось сразу двумя крупными событиями в жизни города. Это открытие транспортной развязки по Орской трассе и моста, соединяющего 11 и 12 микрорайоны со старой частью Актубе. Открытие моста, в свою очередь, повлекло за собой изменения схемы транспортного движения. Сегодня полицейские сообщили об еще одном новшестве. С 20 ноября улица Асабарака станет двухсторонней на всей своей притяженности. Раньше она была односторонней на отрезке между улицами Акимжанова и Шерниаза. Уже со следующей недели весь транспорт, двигающийся старой частью города в сторону микрорайона, вот на этом перекрестке Асабарака-Акимжанова сможет повернуть лишь направо. Специально для этого здесь установят дорожные знаки. Движение прямо будет запрещено. Кроме того, будут внесены корректировки и в работу светофоров на пересечении улиц Некрасова, Жанкожа-Батыра и Акимжанова-Нокина. Там появится дополнительная секция, рекламентирующая поворот налево. Для ликвидации заторов транспортных средств на пересечении улицы Жанкожа-Некрасова, также Акимжанова-Нокина принято решение об установке дополнительных секций светофора, разрешающих поворот налево. Для улучшения пропускной способности данных перекрестков и возбежания дорожно-транспортных происшествий. Все меры, по словам дорожных полицейских, которые постоянно мониторят и анализируют ситуацию на городских дорогах, принимаются по решению специальной комиссии для разгрузки проблемных участков и предотвращения ДТП. Между тем, у актюбинцев есть вопросы и просьбы к представителям комитетных организаций. Мы поставили светофор, перешеходный переход здесь, на Собора, где машину можно переползти даже дорогу. А по Некрасово, там, где люди перейти от остановки до автобуса, я не могу. Там машина на машину летит. Вот это могут они сделать? Лучше там поставили, чем здесь. Корректировки будут вноситься и позже. Сейчас для всех главная задача принять оптимальное решение по организации движения транспорта, от которого зачастую зависят жизни людей. Эдмира Ежанова, Марата Кожанов, программа «Факт». Сегодня сотрудники Управления административной полиции организовали День взаимопонимания в рамках недели безопасности, которая завершится в это воскресенье. Настоящая акция призвана еще раз обратить внимание всех участников дорожного движения на необходимости внимательного и корректного отношения друг к другу. С 11 по 17 ноября этого года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 октября 2005 года 3 воскресенья ноября является Всемирным днем памяти жертв дорожных транспортных происшествий. В течение недели мы проводим ряд мероприятий с привлечением Департамента образования, Департамента здравоохранения, Управления транспортного контроля и так далее. В ходе акции мобильные группы и ДПС курсировали по городу. Их работа была направлена в первую очередь на предупреждение аварийных ситуаций и профилактику ДТП. При этом они проявляли максимальную лояльность к водителям и составляли протоколы только за грубые нарушения правил дорожного движения. Всем остальным участникам акции патрульные раздавали памятки и листовки. Сегодня руководители Управления координации занятостей и соцпрограмм Октябрьской области провели брифинг для представителей СМИ. Речь шла о том, какую работу проделали в госоргане по обеспечению работы и социальной поддержкой социально уязвимых групп населения. Алиса Маринец продолжит тему. На 1 ноября в отделы занятостей и соцпрограмм обратились 76 малообеспеченных семей. В общей сложности это почти три сотни актюбинцев. В среднем на одного члена семьи их доход составляет всего примерно 4,5 тысячи тенге в месяц. Эти люди получили адресную соцпомощь на 5 миллионов тенге. К так называемой социально уязвимой категории относятся также люди с ограниченными возможностями. Всего в регионе насчитывается почти 19 тысяч инвалидов, имеющих свои нужды. При этом инвалиды-колясочники сетуют на качество выдаваемых им средств передвижения. Наши инвалиды жалуются тем, что некоторые коляски они некачественные. Но мы же когда определяем и когда организовываем конкурс, мы в технических условиях оговариваем, что должно быть коляска соответствует техническим требованиям. И когда мы их принимаем, уже те технические средства, они соблюдаются техническим требованием. Поэтому, может быть, какие-то некачественные материалы, мы их тогда сразу же, они если нам оказывают определяем, мы их возвращаем и заменяем нормальными, новыми техническими средствами. Еще один проблемный момент – это поддержка семей, где имеются дети-инвалиды. Четыре года назад ввели пособие для их мам. Сейчас поднимается вопрос о продлении времени социальных выплат для этой категории. Получают это пособие, это все номера с 2010 года. Но это пособие плачевается матерям, если они не работают, и достижение ребенка до 18 лет. На сегодняшний день ставится вопрос, почему есть, которые обучаются в техническом, продолжают в институте. Но этот вопрос еще не решен, будет рассмотрен до 23 лет до достижения. Кроме бедности, в управлении борются также с безработицей. По официальным данным, сейчас всего тысяча с небольшим жителей региона не имеют работу. По крайней мере, это те, кто отметил свой статус в отделах занятости. Особое внимание уделяется обеспечению работой молодых людей. Для этого создаются так называемые целевые рабочие места. За пять лет их создано пять тысяч. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт». В октябре сегодня проходил чистый четверг. С утра очищать город от мусора вышли сотни горожан и представители предприятий, учебных заведений, КСК и кондоминиумов. Данная акция была объявлена местной администрацией по традиции лишь с одной целью – чтобы в городе было красиво, чисто и людям комфортно. Затем, как наш город становился чище, наблюдала лизация Киева. Сегодня председатель КСК «Назар-3» работал, как когда-то Ленин, в тот самый исторический день, подавая личный пример дисциплинированности, трудолюбия и настоящего товарищества. В общем, судя по всему, для сотен своих соседей, проживающих в одном из домов на Есет-Батыра, Мурат Табынбаев является примером. Ведь активности жителей сегодня можно было только позавидовать. Собственными руками и силами они убирали скопившийся мусор. Удобольствие доставляют убираться у себя во дворе? Очень даже. И я и в своем дворе убираю, и везде, где иду, и там убираю. Пожелаю, чтобы они, если курят, то и где попало, не кидали. И бумаги тоже поменьше раскидывали. Чтобы город будет чистый там, где не ссорят. Продавцов магазинов и торговых центров сегодня также можно было увидеть с утра не за прилавками, а с тряпками и другим рабочим инвентарем в руках. Ну, конечно, благое дело. И с года в год, по-моему, еще по молодости мы всегда выходили на работе. А сейчас это тоже как в порядке вещей должно быть. То есть не сложно? Ну, конечно, нет. Такую погоду? Погода вообще замечательная. Мы даже очень рады. Хоть бы подольше продлилось это. Каждый субботник, как известно, проходит под чутким контролем местной исполнительной власти. Привести в порядок городские парки, бульвары, дворы, подъезды, памятники, офисы и торговые центры власти просят всех. Тех, кто отличится в невыгодном свете, получат по заслугам. Но все же еще есть шанс исправить ситуацию. На общегородскую уборку горожан приглашают в предстоящую субботу. В Акимате говорят, надо научиться сохранять чистоту и порядок. И не просто говорить о любви к городу, а доказывать ее конкретными делами. Хотелось бы, конечно, чтобы еще жильцы выходили помогать на субботник. Тем более, что погода позволяет, и дело нужное. Перед зимой подготовиться, чтобы весной, когда начнутся основные субботники, было работы поменьше, полегче. Конечно, надо начинать от самых входных дверей, от каждого жилья. Потому что порядок начинает зависеть от каждого человека, от каждого из нас. Если будем убирать и следить за чистотой, город наш будет красивее, уютнее, благоустроеннее. Лиза Цыкиева, Александр Людиновский, программа «Факт». Сегодня стартовала всемирная кампания борьбы со СПИДом, которая продлится в течение месяца. Специалисты областного центра СПИД на территории железнодорожного вокзала провели социологический опрос среди населения. Анкеты содержали в себе следующие вопросы. Должны ли ВИЧ-инфицированные быть изолированы от общества? И где люди получают информацию о ВИЧ и СПИДе? Сегодня на территории вокзала специалисты СПИД-центра раздавали анкеты людям с целью изучения уровня информированности населения о таких заболеваниях, как СПИД и ВИЧ и оценке отношения народа к людям, живущим с этими заболеваниями. Несмотря на все усилия, предпринимаемые медициной, ситуация в мире по ВИЧ и СПИДу продолжает ухудшаться. На сегодняшний день СПИД унес жизни более 25 миллионов человек. На сегодняшний день по Октябрьской области зарегистрировано 289 ВИЧ-инфицированных людей. Наибольший пораженный возраст, возрастной группой является возраст 20-29 лет. Это составляет 44,3% от общего числа. Акции, проводимые в местах большого скопления людей, дают возможность повысить осведомленность всего населения. Не обратить внимание на проблему ВИЧ и СПИД в различных кругах. Мы поинтересовались у народа, как люди относятся к живущим с ВИЧ и СПИДом и нужно ли зараженных изолировать от общества. Да, изолировать надо. Надо изолировать, конечно. Каким образом? Ну, от общества, на лечении, какое может быть другое? Это очень серьезные заболевания, и с ними нужно бороться. Сегодня население достаточно информировано, так как информацию о ВИЧ и СПИДе можно получить из СМИ и других источников. Каждый должен серьезно относиться к своему здоровью, чтобы не подвергаться риску заражения. Лично я к этому отношусь нормально. Никто от этого не застрахован, как говорится. Каждый человек может заболеть. Если его изолировать от общества, то это, не знаю, это неразумно, как говорится. Он тоже должен жить, он должен тоже существовать. Стоит отметить, что в последнее время в области намечается тенденция к половому пути распространения ВИЧ и выявлению ВИЧ-инфекции у социально благополучных граждан, не употребляющих наркотики. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова